В Китае создают механизмы скоростной перевозки донорских органов. Их трансплантации в стране дожидаются около 300 тысяч человек. Успешность пересадки зависит не столько от профессионализма хирургов, сколько от времени доставки материала. Из-за срыва контрольных сроков больше половины органов превращаются в бесполезные биологические отходы. Как решают эту проблему в КНР, выяснили мои коллеги. Пациент готов к пересадке, и жизнь от смерти отделяют считанные минуты. На этот раз лёгкие доставлены в срок. В 6 утра донорские органы извлекли и подготовили к перевозке в Циндао. Менее чем за полтора часа медбригада добралась до местного аэропорта и вылетела в Шанхай. На часах 8.30 специалисты прибыли в крупнейший мегаполис Китая и направляются на ЖД вокзал. Последний отрезок пути будет преодолён на высокоскоростном поезде. Ещё два часа, и лёгкие успешно доставлены в операционную. Мы получили лёгкие от донора и поместили их в специальный контейнер для перевозки. Обычно на дорогу уходит около 6 часов. Ещё около 5 нужно для самой операции по пересадке. Общей сложности с момента извлечения органа до трансплантации должно пройти не более 12 часов, иначе лёгкие потеряют свои жизненные функции. Нам дорога каждая минута, так что любая задержка в пути может стать критичной. На этот раз хирургам удалось уложиться в срок. Но в большинстве случаев, отмечает доктор Чень, гонка со временем заканчивается не в пользу пациента. В прошлом октябре донорские лёгкие не смогли доставить из Гуанчжоу. Медбригада не успела на рейс, попав в дорожную пробку. Медики прибыли в аэропорт за 15 минут до вылета, однако выход на посадку уже закрыли, и никакие уговоры не помогли пройти на борт. После этого случая Чень Зиньюи обратился к китайским законодателям, призвав их проработать механизмы скоростной перевозки донорских органов. В Управлении гражданской авиации на призыв отреагировали. На этой неделе в аэропортах страны открылся специальный экспресс-коридор для трансплантологических бригад. Помочь стараются и авиакомпании. Мы договорились с руководством аэропорта Циндао о приоритетном обслуживании рейсов, на которых планируется перевозка донорских органов. Диспетчеры будут в первую очередь отправлять лайнеры, задействованные в транспортировке биоматериала. Более того, пилоты при необходимости могут запросить новый воздушный коридор, чтобы максимально сократить время полёта. К инициативе в ближайшее время присоединятся и другие перевозчики. Её поддержали железные дороги и даже судоходные компании. Госкомитет по делам здравоохранения намерен создать централизованную систему поиска доноров и распределения органов по пациентам. Гонки со временем наряду с медбригадами обещает присоединиться вся страна.